Никита Мжельский был под опекой до 18 лет. Он сирота. По закону Российской Федерации по достижению совершеннолетия ему предоставляется квартира. Оказалось, что получить ее не так-то просто. В 2011 году Никита попытался встать на очередь на квартиру. Подростку было отказано. Ситуацию удалось прояснить только в суде. В судебном порядке суд подтвердил то, что я должен встать на квартиру. Мы выиграли дело. И уже в 2012 году я встал в очередь на квартиру. В очереди на квартиру Никита стал 76-м в списке. Конечно же, за несколько лет это число успело измениться несколько раз. Правда, в обе стороны. Никита поднимался и опускался в списки очередности как вверх, так и вниз. 40-й, 80-й. За 5 лет Никита так и не приблизился к цели. Еще существует у нас отдельная очередь в Рязани, про которую, наверное, Министерство образования даже не слышало. Это какая-то судебная очередь. Наверное, Министерство образования тоже не в курсе. Раз пишется, что я 48-й, там квартиру дают 68, а еще существует очередь, в которой еще человек 60-70, и про нее как бы нигде не оговаривается. И как вот быть в такой ситуации, непонятно. И с кого спросить за это. Обращение в Министерство образования ситуацию не изменило. Никита Мжельский пишет туда несколько раз в год. Оттуда постоянно отвечают, что все, кто стоит на очереди, квартиру получает. Правда, ситуация с Никитой доказывает обратное. Обращение в прокуратуру результата также не принесло. С мертвой точки дело сдвинулось только в 2017 году. Пришло письмо о том, что я стою в очереди 46-й, а квартиру выдают в этом году 68. Да, по-моему, как бы вот так вот. И, значит, собственно, 2017 год прошел, квартира далее. Ну, как все было, так и есть. Как бы ничего не сдвинулось с места. И в очереди я опять стою 46-й. Даже будучи 46-м в очереди, Никита так и не получил ни одну из 70 квартир. Он шутит, что 28 февраля исполняется ровно 6 лет, как он встал в очередь на квартиру. Никита говорит, что бороться за свои права он не перестанет. Обращение в суд, консультация юристов – все это должно хоть как-то повлиять на ход событий. Сидеть на месте не вариант, потому что у нас квартиры принципиально не хотят давать. И если они кому-то даются, то это, мне кажется, явно не детям-сиротам. Уходят они куда-то в небытие просто-напросто. И как это проверить, никто это, мне кажется, не проверит. Это золотая жила в нашем городе. В этом году Никите исполнится 24 года. Его случай в городе не единственный. И есть люди, которые до сих пор заветное жилье так и не получили. Неужели стоит идти на крайние меры и обращаться в суд, чтобы получить то, что положено по закону? Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова